Кто-то заботливый, чтобы люди грязь не месили, подстелил нам ковровую дорожку. Чувствую себя почти как в Каннах, только говно собачье вокруг. Наша первая достопримечательность на маршруте – это огромные на весь дом муралы по картинам Густава Климта. В данном случае это поцелуй. Эта бетонная конструкция здесь стоит уже десятилетия, вряд ли она уже будет доведена когда-либо до завершения, но все может быть. Типичное для такой уместности огромное количество шаверм, бестро. Шашлычных, кофе с собой, пивнушки, напитки 24 часа в сутки. Еще вот эти секции бетонного забора мне очень нравятся, как стоят, как будто некая инсталляция. Современное искусство просто. Уходим из Кудрова. Нам надо вот туда. Кажется, придется форсировать эту преграду каким-то чудом. Похоже, что это заброшенное столовое, судя по надписи на фасаде. Через дорогу от нас находится торговый комплекс с макдональдсами, буквоедами и прочей вот этой вот сетевой хуйней. А здесь прекрасный пруд с грудами мусора строительного и не только. Будылки всякие плавают, тина, стоячая вода и отламывающиеся куски стен от здания. Но здесь заботливо закрашивают граффити. Возможно, что-то неприличное написали. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, что здесь за здание? Потому что мы подошли, смотрим и не понимаем, оно разваливается? С другой стороны, напротив, находится петербургский IT-центр и университет. А здесь его парковка. И она выглядит, ну, немножечко похоже на Луну, потому что здесь довольно-таки много кратеров. Чуть дальше по проспекту Большевиков, сразу после института Бонч-Бруевича идет огромный синий забор. И за ним вот такие вот трубы, ржавые трубы старые какие-то протянутые здесь. И довольно-таки некрасивые серые дома. Сейчас мы к ним сходим. Синий забор, тянущийся по проспекту Большевиков до самого метро Дубенко. Но примерно посередине его есть вот такой промежуток. Ярочка из труб. Сейчас мы пойдем и посмотрим, что там. И в этот ужасный неухоженный жилой комплекс почему-то КПП со шлагбаумами. Как обычно, во всех таких райончиках здесь гаражи в большом количестве. Еще гаражи. В одном из углов этих гаражей даже заботливо сделана защита от сыкунов. Просто это огромное удовольствие, когда у тебя за домом огромные поля репейников. Постелены ковры в лужи. Питонные открытые колодцы с канализационными стоками. Теплая водичка, там оттуда идет пар. Вообще, мне это местечко нравится. Здесь очень безлюдно, тихо, спокойно. Умиротворенно даже, я бы сказал. Вот на вербах распустились почки. На этом пустыре, вот я вижу, женщины выгуливают собак. Осторожно, песик, не упади в люк. Не лай на меня, я хороший. Люди сами не знают, которые здесь живут, что здесь должно было быть. Говорят, люки были прикрыты хотя бы деревяшками. Но их все растащили на шашлыки. Вот тут интересное решение в виде бетонных блоков, загнанных в люк. Ну а так, какая-то непонятная дорога, которую никто никогда не построил. Возможно, и правда здесь хотели сделать студенческий городок. Но это все пошло прахом. Ну, благодаря тому, что мне было не лень свернуть в этот закуток, мы теперь знаем, что находится за этим огромным синим забором на большевиков. Например, огромная бетонная эстакада, тоже непонятно несущая какую функцию, потому что дороги здесь нет, но она построена через реку, и даже бережок немножко укреплен плитами. Сейчас я попробую снять этот благородный поток воды на длинной выдержке с помощью эндофильтра. Удивительное дело, мы смогли найти один-единственный закрытый деревяшечкой люк, но я не очень уверен, что эта деревяшка способна выдержать вес человека. Внутри огромного недостроенного полукруга дороги находится еще маленький полный круг. По красивой высохшей траве мы пришли в середину круга, и сейчас попробуем здесь залететь. КОНЕЦ Ближе к перекрестку Дыбенко и Большевиков этот забор защитили сеткой от объявлений, потому что иначе он был просто весь завершен объявлениями борделей и индивидуалок. Вообще район очень сильно страдает от обилия этих объявлений, повсюду какие-то женщины, предлагающие свою любовь. У метро Дыбенко прямо-таки огромное количество голубей, просто какие-то сотни-сотни улик. Перед выходом из метро процветает стихийная торговля, как в 90-е. Люди торгуют вот здесь овощами, зеленушкой и диской. Сразу позади метро Дыбенко находится парк имени Есенина. Здесь крайне непродуманно отведение воды, поэтому местами он похож больше на болото. В самом краю парка находятся достаточно унылые аттракционы с колесом обозрения. Не очень понятно, что здесь обозревать. Ближайшие помойки, разве что и торговые комплексы. Очень хуевая музыка на заднем плане и дешевые пластмассовые лошадки на карусели. Рядом с Невским универмагом здесь вот такие палаточки, где можно прикупить модные халаты, спортивные штанишки, очки без окулиста и именные ложки. Еще это немаловажно. Очень полезная в хозяйстве вещь. Сам проспект большевиков сейчас немножко перекопан. Везде торчат трубы, отопление и так до самого конца. По левую руку метро, проспект большевиков. Прямо перед нами ледовый дворец. Ужасная какая-то конструкция. Выглядит как дешевый какой-то торговый комплекс, в котором продают трусы по 50 рублей. А сейчас мы пойдем в ту сторону, на улицу латышских стрелков. Еще один хороший мурал у меня на районе. Правда, какие-то пидорасы его разрисовали. Но в целом понятна задумка. Здесь трансформаторная будка, разрисована книгами. Ну и куда же без этого. Здесь есть огромный открытый люк. Я в него чуть не ебнулся, пока шел вокруг. Когда-то очень давно здесь была деревня Яблоновка. Но в конце 19 века была образована свалка. И накопились вот такие вот горы, огромные мусоры. Сейчас где-то с середины 20 века здесь высаживают деревья, укрепляют склоны. Свалки вывозят. Но практически все здесь построенные дома на самом деле находятся на месте бывшей свалки. Особенно в ту сторону по Калантай. Сейчас на месте свалки находится Яблоновский сад. Постепенно он облагораживается. Вот люди проводят здесь свой досуг. Некоторые принимают солнечные ванны. Кто-то прибухивает, делает шашландос. постепенно и постепенно постепенно не бегает. Постепенно и В саду среди гор мусора есть какая-то палатка. Скорее всего, в ней кто-то даже обитает. В принципе, сейчас тепло. В пяти метрах от бомжовой палатки находится какая-то непонятная церквушка. Но и правда в шаговой доступности. Красивые рельсы и стрелка. Все это уходит в такую дымку. Пришли наконец на Лоджевский вокзал. Сейчас пойдем в сам вестибюль вокзала. Будем заходить на территорию вокзала. Придется, наверное, спрятать все камеры, потому что будем проходить рамки металлоискателя. Возможно, нас даже обыщут, потому что театр безопасности должен играть свой спектакль. Сейчас мы поднимемся в зал ожидания. Там обычно можно сделать каких-нибудь интересных милых кадров. Сейчас прогуляемся и посмотрим. Мы ушли с Лоджевского вокзала. Сейчас прогуляемся к одним из моих любимых заброшенных домиков на энергетиков. Но мы зайдем из-под воль. Сначала мимо вот этой небольшой подстанции и рельсов новых. Пройдем к тому месту, где старые рельсы, разобранные и красивый железнодорожный мост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Еще около этих заброшенных рельсов, которые уже не ведут никуда, есть вот такие старые интересные домики. Так называемые немецкие коттеджи. Скорее всего, их строили немецкие пленные после войны. Доисторическая, уже заброшенная горка в виде слоника. Так их сейчас уже не найти. Настоящий артефакт древности. Что-то они нас пугаются. Не хотят, да, с нами дружить. А мы их даже и не обижаем. А-а-а! Да у нас нет косточек с собой. Да, построены эти домики на самом деле основательно. Даже при том, что они заброшенные и очень уставшие. Сделать ремонт и можно, в принципе, жить. А в этих уже вряд ли. Вот мы и пришли в самый важный пункт назначения. Это самая известная и лучшая котлетная в этом мире. Котлетная на якорной. Котлетная на якорной.